Музыка Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей рек, вот дорог, наверное, не хватает. Вот такое лирическое отступление у меня возникло после знакомства с этим автобусом. Да непростым. Видите, дорога плохая, а я не боюсь, еду смело. Нет, на обычном пазле я бы тоже здесь проехал, но не факт, что выбрался бы. Раздатка, можно жестко передний мост подоткнуть, можно понижайку включить. Главное, на бок не упасть. Это же автобус. Он рассчитан для езды по дорогам, а не для хэмл-трофи по полям. Этот пазик необычный, а достаточно экзотически редкий. По скромным подсчетам, всего изготовили немногим более 500 таких машин. Новый не в счет. Автобус полноприводный. Такие начали делать сначала на основе старого пазика и шишиги ГАЗ-66. А в 1984-м задумали обновление. Благо, кузов новый появился. Долго рядили-судили и в 1994-м году начали собирать. Автобус 1996-го года. А что ж ты будешь делать? Тут стоит четырехступенчатая коробка без синхронизации. Вы думаете, на новых стоит другая? Балалайка точно такая же. Поэтому двойной выжим. Поэтому и скорость 60. А дальше уже гулка. Но кто в нашем отечестве и бывшем нашем отечестве не знает продукцию Павловского завода? Что раскинул свои корпуса над красивой русской рекой Акой? Пазики всегда отличались от нормальных автобусов, так как, по сути, являлись кузовом на шасси грузовика. Хотя, что есть нормальный автобус, понятие условное. Мы привыкли. Пазик — это автобус. Вагонная компоновка. А какая еще может быть? Предприятие выпускает автобусы с 1952-го года и набило на этом уже руку. И каждый раз базой для павловских автобусов служили горьковские грузовики. Перед нами кузов образца 90-х годов, когда плоские панели победили красоту 60-х. И мы потихоньку привыкли к тому, что уродство, повторенное многократно, становится красотой. Вы ругаете Веста и Гранты за пластик? Вот это вот пластик. Опа! Тут дверей много. Конечно же, водительская. Основная, двухстворчатая и запасная. А вот это — ритуальный люк для погрузки трупов или раненых. Вы должны понимать, что советская гражданская техника должна была быстро перепрофилироваться на войну. С другой стороны, этот анахронизм в хозяйстве — вещь полезная. ПАЗ-3206 — вездеход. Его начали разрабатывать еще в середине 80-х. Тем более, опыт постройки таких автобусов уже был. Но там ходовая была от ГАЗ-66. В Новой России шишига устарела, и ходовая досталась частями Садко. Задний мост как бы свой, изготовленный на канашинском автоагрегантном заводе Каази. Что в Чувашии? Конечно, рессорная, конечно, зависимая. Но есть одна особенность — корректирующие пружины. Они стоят над рессорами. Зачем? Ну, это как руки атлета. Когда автобус загружается, рессоры начинают разжиматься, а пружины растягиваются и тянут их назад. Это добавляет некой плавности хода. Примерно такая же подвеска стоит на автобусах ЛАЗ. Передний мост также вполне обычен, и именно он садковский. Имеет привод, огромные поворотные кулачищи, рессорище, амортизатор и стабилизатор. Все железное и мощное. Из-за того, что автобус с полным приводом, он на 10 сантиметров выше своего дорожного собрата. Все это пятитонное хозяйство тащит старый, как и все наше отечественное автобусостроение, мотор ЗМЗ-5234. ЗМЗ-5234. V-образная восьмерка, мощностью 125 лошадок при 3200 оборотах в минуту. Объем около 5 литров. Он карбюраторный, экологический класс. Гринпис сдохнет. К нему можно подобраться и спереди, а можно и из салона. Зимой, это, конечно, благо, тепло идет. А вот летом тут же есть дырочки. Мало того, таскет, так еще и бензинчиком попахивает. Ладно, поехали дальше. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Зато руль с усилителем. Производитель говорит, что радиус разворота метров 8. А по мне, я вот пока разворачивался, мне кажется, два раза вокруг Кострумы объехал. А тормоза какие? Нажал. И главное, лицо не разбито. Это, кстати, еще одна цель моего визита. Владельцы грузовиков – компания МОГИ МИО. Они не только выпускают коллекционные машинки, которые уже в продаже, ссылка находится в описании, но и коллекционируют, как я уже говорил, большие автомобили. Ваши переходы – мои тест-драйвы. И, собственно, арихметика простая. Вы спросите, какого водителю? А водитель сидит, как будто гончар за гончарным кругом. Упс! Мягонько автобус идет. Мне кажется, самое сложное технологическое решение в данном транспортном средстве – это вот эти лобовые стекла и шторка из перекрашенного пионерского галстука. Чтобы воткнуть вторую скорость, нужно вот так вот ножку изогнуть, на себя потянуть, и не факт, что скорость воткнется. Третью тоже найти сложно. В общем, все сложно. Но есть в этом какой-то шарм. Третья. Не попал. Опа! Поздно. А как вам гитара? Ну, наверное, так и надо. Ну, работа – это, слава богу. В салоне очень жарко. Если водителю становится еще жарче, он может открыть вон снизу вентиляцию системы дырка. А вообще, честно говоря, я не ожидал, что базик будет настолько мягок на ухабах. Он даже со мной согласился, зашипел. В салоне 28 мест. Остекление хорошее, горница светлая. Вентиляция летом лючково-форточно-щелевая, зимой печка жидкостная. Из-за высокого центра тяжести стоя ездить нельзя только сидя. Вы спросите, удобно ли в автобусе? Ну, если он длинной задницей о горке не стучится и не скачет на ухабах, как нормальный грузовик, то нет. Автобусы выпускают до сих пор и на точно таких же возят школьников, ну, немножко доработанных. И возникает вопрос, а может быть лучше дороги построить для экономики страны и газ провести туда же. Чтобы люди хотели жить в селах. На дворе 21 век. Ну, это так, лирическое отступление. Но это все либеральная лирика. А правда вот какая. ПАЗ 3206. Жрет, как голодная лошадь, если в 20 уложился, это хорошо. Благо, бак тут более 100 литров. Вы спросите, а что в автобусе хорошего-то? Ну, протяну я. Прост, примитивен и недорог. Правда, прост не значит надежен. Примитивен от слова совсем. Недорог, так как задорого он и даром никому не нужен. Мы не выбираем своего прошлого. Оно уже написано. Мы прочитали. А вот будущее пишем сами. Пишите красиво. Охота продолжается. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ